Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим о делах депутатских, потому что в студии у нас депутат Совета депутатов городского округа Люберца Александр Шлопак. Мы довольно часто с ним встречаемся здесь в студии. Последний раз мы перед программой пытались вспомнить, это был февраль 2021 года. Ну а сейчас лето. Вроде бы как время отпусков, отдыха. Но, наверное, этот год особенный. Да, Александр? Добрый день, Николай. Добрый день, уважаемые телезрители. Да, этот год продолжает быть особенным. И в этом году у нас еще предстоит очень много работы. И работы всем, кто причастен не только к депутатской деятельности, но и к административной, потому что у нас осенняя пора, и у нас будет осенью выборы. Мы все прекрасно знаем и в Государственную Думу, и в Московскую областную Думу. А когда стартует, кстати, компания? Ну, компания стартует с 16-го за два месяца же, да, у нас выборы назначены на 19 сентября. Вот мы отчитываем два месяца, будет старт избирательной кампании. Окей, ну, сейчас, естественно, что депутаты всех уровней в самых разных регионах, ну, начиная с депутатов Государственной Думы, они так или иначе пытаются напомнить то, что они сделали, отчитываются, и те депутаты, которые идут дальше, да, они предлагают потихонечку уже, или, по крайней мере, работают над своей программой, которая будет, ну, скажем так, главной программой во время той самой предвыборной кампании. Но мы тоже хотим поговорить о том, что удалось сделать Совету депутатов городского круга Люберцы, и, в частности, вам, как депутату. Тем более, что действительно в этом, вот на этом периоде жизни Совета попался вот такой вот период, да, пандемийный. Наверное, с него и начнем. Сейчас всех этот вопрос волнует, вы, как депутат, наверное, наладеете больше информации. Во-первых, а, это повсеместная вакцинация, то есть можно ли сказать о том, что фактически все население потихонечку, ну, скажем так, кому-то предлагает вакцинироваться, кого-то заставляет вакцинироваться, потому что это связано с какой-либо профессией. Это первое. Второе. Какова ситуация, хватает ли вакцины, то есть может человек сегодня прийти, ну, с документами, с паспортом, без записи, просто где-либо сделать прививку. И третье. Какова вообще ситуация, владеет ли Совет депутатов ситуацией пандемийная в городском округе Люберца? Вот такой глобальный вопрос. Ну, давайте, да, вопрос очень хороший. Давайте начнем мы сразу же с пандемии, с вакцин, потом немножко расскажем о работе непосредственно депутатов в этом направлении. Ну, если говорить про Совет депутатов в городском округе Люберца, то депутаты продолжают волонтерскую работу. Вот, правда, она немножко сейчас сошла чуть-чуть уже не так активно, как это было в том году. Это раз, первое. Второе. Депутаты доносят до жителей о важности вакцинации, о тех сложностях, которые у нас происходят в жизни нашей страны и в нашем регионе. Депутаты сейчас непосредственно рассказывают о деятельности, о том, что было сделано за последние пять лет. И если вы разрешите, я буквально пару цифр, вот, по галочку подсмотрю. Давайте. Проходят отчеты, у нас депутаты проводят порядка трех встреч в неделю. Вот. И эти отчеты начались у нас с начала июня месяца и продолжаются до конца июля. Ну, для сравнения, что бы сделано вот за пять лет, да, прежде всего, образование. Ну, давайте я немножко расскажу о всем регионе Московской области, потому что телезрители могут быть из других регионов. Это, прежде всего, построено. 137 детских садов, раз, 112 новых школ, создано 39 438 новых мест для детей. Это что касаемо образования. Что касаемо спорта. Открыто 30 хоккейных коробок, 38 площадок для воркаута, 12 мини-стадионов, 22 скейт-парка, 18 физкультурно-оздоровительных комплексов, 50 площадок для сдачи норм ГТО, 24 футбольное поле и многофункциональных хоккейных площадков. Занимающийся спортом увеличился более чем на 38%. В культуре. Давайте про спорт не будем торопиться. Значит, это речь идет о регионе, о Московской области. То есть, все цифры распространяются на Московской области. Ну, естественно, возникает вопрос, насколько... Я знаю, что у нас очень часто здесь было огромное количество представителей спортивных, скажем так, направлений, как спортсмены, так тренеры, так люди, которые, ну, предлагают максимум усилий для того, чтобы развивать это направление. И у нас действительно в Люберцах спорт, ну, такая, имеет статус... Люберца территория спорта. Да, да, имеет статус территории спорта. Насколько нам удалось вот в этих цифрах поучаствовать, и, ну, можно сказать, что сегодня действительно Люберца территория спорта? Ну, она и была, и есть территория спорта, это говорит все по результатам. Ну, более точно, это лучше спросить у представителя спорткомитета. Я, честно говоря, точно не владею данными, вот, какие, где какие достижения. Да, но есть такая информация, что в связи вот с пандемийным 20-м годом, когда люди вынуждены были отказаться от похода в фитнес, дети не ходили на спортивные секции и так далее, есть такая информация, что многие люди, к сожалению, пока не вернулись, да, в мир спорта, потому что есть другие дела, есть другие, ну, определенные проблемы и так далее. Сейчас мы столкнулись с новой волной. Вот когда наступит осень, зима, следующий совет депутатов, будут ли какие-то особые подходы к спортивной тематике, потому что она требует, ну, какого-то немножко изменения, чтобы людям все-таки захотелось вернуться в фитнес-зал. Ну, смотрите, давайте так начнем. Во-первых, когда, если мы говорим о муниципальных учреждениях, то, что я вот владею информацией, в том году, когда были введены ограничения, то есть занятия в спортивной школе были все оставлены, они все перевели в онлайн-тренировки, тренер также включал программу Zoom, вот, ну, и проводил занятия, давал задания, люди все это показывали, снималось на видео, то есть тренировочный процесс продолжался. Когда ограничение СНТ, да, конечно, какой-то отток произошел, это имеет место быть, но на этот люди, которые ушли заниматься, также пришли новые, то есть в спорте это не коснулось. И спортсмены также, единственное, что есть ограничение было по выступлениям на соревнованиях, потому что для спортсмена все-таки важно не просто заниматься, это же не физкультура, а давать результаты, натронный спортсмен. Вот, в этом плане были проблемы. Но сейчас соревновательный процесс потихонечку, не могу сказать, что 100% он встал, он потихонечку становится на своей рельс. Ну, у нас здесь есть пример, даже Олимпиада в Токио без зрителей проходит, так что тут, как говорится, тем более Московский область, к сожалению, пока находится не в лучшей ситуации, вот во время этой новой волны. В любом случае, площадки есть, теперь вот там прозвучала такая фраза по количеству рабочих мест, да, которые были открыты, в том смысле и в спортивном направлении тоже. Давайте мы от спорта перейдем к трудозанятости, что ли, населения. Вот как здесь идут наши культуры, к культуре мы, безусловно, тоже вернемся, там тоже есть успехи. Но очень важно на сегодняшний день понять социальную составляющую, да, то есть о пенсионерах тоже отдельно поговорим, о трудовой занятости населения. Как удалось вот за время работы этого Совета депутатов помочь людям с нахождением работы, с трудоустройством. Опять же, пандемийная ситуация заставила многих поменять работу. Кто-то сидит, может быть, дома. Слушайте, ну, как таковой статистики в рамках полномочий нашего Совета по трудовым отношениям у нас их нету, ну, этой статистики. Обращаются к вам? Есть именно обращение, общение с жителями, которые непосредственно обращаются. Вот у мои, допустим, избиратели звонят, говорят, Александр, слушай, я там остался без работы, меня сократили, помоги, да. Ну, я говорю, скидывай резюме, люди обращаются же, вот, начинаешь где-то кого-то человека пристраивать. Такое имеет место быть, да, такое есть. Но по количеству отношений мне немножко сложно сказать, честно. Ну, скажем так, увеличилось число людей, которые просят помочь с этим вопросом? Есть, но не настолько. Не настолько? Не настолько. То есть это... Раньше такого не было, допустим. Сейчас это есть, но это буквально в месяц, может быть, один-два человека. То есть небольшой процент. Единицы, да. Хорошо, давайте о социальной составляющей работы депутата поговорим. Что вот удалось сделать? Тут уже не о цифрах, да, речь идет о конкретных, может быть, примерах о работе с людьми, социальными выплатами, какой-то помощью, помощью пенсионерам. Ну, государство у нас помогает. Вы знаете, прекрасно. Сейчас к Новому году, к Первому году будут выплаты школьникам. Вести такого не было никогда. Мы с вами возьмем за всю новейшую историю нашей Российской Федерации. Это первое. Второе. Депутаты сейчас будут в августе месяце определенным категориям граждан первого сентября дарить рюкзаки лично депутата. Это кто принял такое решение? Это губернатор принял решение. Губернатор? Да, да. Это немножко, я чуть-чуть забегаю вперед, это будет проходить в августе месяце. Ну, то есть это не секрет? Это не секрет. Это не секрет, да. У нас депутаты лично будут ходить, лично встречаться, лично передавать рюкзаки к школьнику, в школьный набор. Что там будет включать, я еще точно не знаю. Что касаемо других моментов, конечно, жители оказывают помощь. Оказывают помощь ветеранам прежде всего. Мне вчера звонила, писала там жительница моя, пенсионер, Александр Ильич, я ложусь, заболела ковидом, ложусь, мы возвращаемся сейчас плавненько к теме вакцинации ковида, как мы с вами говорили. Да, я ложусь в больницу, он говорит, помогите мне, я не хочу умирать. Я говорю, не переживайте, мы с ним переписываемся на контакте. То есть здесь не только помощь, как я говорил, волонтерство, и помощь непосредственно точечная, но здесь еще помощь и человеческая. Моральная поддержка. Моральная, да. Вот сейчас я буду звонить там начальнику, она легла в ФОК, буду узнавать, как у нее самочувствие, как там, что с ней. Вчера вот ее положили. То есть такое имеет место быть, потому что люди понимают, что то, что происходит, на самом деле не шутки. Если мы возьмем сами тот год, то все не верили в начале. Да, весна особенно, когда, в какой там пандемии, мы крепкие, мы все выжимаем. Да, это все не для нас, да. То есть сейчас люди уже немножко по-другому, уже они хотят жить, уже думают о вакцинации. Да, если вот сейчас с вакциной очень сложно, да, все происходит, то люди, мнения разошлись, да, 50 на 50, даже, мне кажется, большинство не хотят вакцинироваться, потому что не знают, что это такое. Потом идет вот эта атака, да, что там вакцины сделаны из эмбрионов, да, да, воспитаны, я просто это изучаю, потому что избиратели у меня спрашивают, как нам быть, имели для того, чтобы… Даже про вакцину у вас спрашивают. Колодцы, не колодцы. Да, колодцы, не колодцы, люди спрашивают, люди идут. Я сам долго сомневался, честно говоря, вот, вакцинироваться, не вакцинироваться, ждал, смотрел, вот, но потом принял решение, пойду сдам на антитела, послушаю врачей, доверюсь врачам, доверюсь ученым. Сдал на антитела, я болел в том году в августе, и я, чтобы поберечь близких, у меня есть родные, есть мой папа, мама, есть на работе коллеги, чтобы их не заразить, вот, я решил довериться нашим врачам, довериться нашей власти и вакцинировал суд. А вот еще по поводу вакцины, как депутаты, ну, скажем так, агитируют, что ли, по поводу… Во-первых, сам депутат должен быть уверен в том, что, да, это полезная, необходимая в данном случае ситуация. И как люди в онлайне или как-то перезванивают, или предлагают, как работает это? Ну, у нас депутаты выкладывали видеообращение, я сам выкладывал необходимость, а важность вакцинации. Хорошо. Ну, во второй части мы поговорим еще о том, что удалось сделать, и сейчас в первой части у нас остается чуть меньше минуты. скажите, пожалуйста, придет ли такое время, что все провакцинируются? Или все это, ну, я имею в виду те, кто по медицинским показаниям… Давайте я немножко отвечу, но это вопрос так, вот, если можно. Я отвечу, как вот я думал, вот, вакцинироваться, не вакцинироваться, близкие мои, все меня отговаривали, не надо. Я общался с одним священником, монахом, ездил в монастырь, и получилось так, мы с ним тоже, мы с ним давно знакомы, я могу сказать, скажите, пожалуйста, вот такая ситуация, как быть в этой ситуации людям вообще, как быть? Он говорит, слушай, ну, каждый выбирает сам, он говорит, смотри, давай с тобой, говорит, посчитаем, какие плюсы, какие минусы. Он говорит, мы с тобой властям доверяем, мы в этой стране живем, я говорю, ну, конечно, доверяем. Он говорит, я доверяю властям своим священнослужителям, которые сделали эту вакцину, там, и Патриарх, и все. А потом, говорит, если что-то не так, ученым я тоже доверяю. В-третьих, говорит, страна же наша, у нас введены рождаемости, все остальное. Мы же не хотим, чтобы наша страна ушла, пошла, ну, люди помирали от этих вакцин. Значит, ученые не глупые, что создают защитить нашу страну, чтобы люди не умерли от этой заразы. Он говорит, теперь давай, смотри, плюс у нас послушание, если что-то даже с вакциной не так, мы здесь не виноваты. Мы сделали, как открыто, как вот нас попросили от чистого сердца. Поэтому мы везде, говорит, выигрываем, мы везде в плюсах. А если кто-то нас обманул или кто-то сделал, это будет как бы на их несовести. Вот так он мне объяснил. Ну, хорошо, скажем так. Да, вопрос философский, вот, и я просто, мне это легло на сердце, вот, его ответ. Я долго тоже искал. И вы приняли решение вакцинировать? А потом, да? Да, на меня начался среди знакомых такой, ты себе, говорит, зачем ты это сделал, там, я не буду говорить, какими словами они говорили, и я немножко начал, немножко в смятении. Поэтому, вот мы с ним пообщались, я успокоился, и я понял, что, да, а потом, ведь же понимаете, какая ситуация? Мы заболели, ну, например, кого-то заразили, кто-то заразил кого-то, и кто-то умер. Но, понимаете, да, я вот, допустим, когда заболел, я не знал, что я заболел. Я приехал к бабушке к своей, которой 86 лет, и она заболела вместе со мной. Да, слава богу, у нее есть крепкий иммунитет, она один день-два, и там через неделю вышла уже на свои огороды. Но если бы она умерла, вот как бы я себя бы сейчас, вот, что бы с ней произошло? Это глобальный вопрос, подумайте, у нас есть небольшое время для паузы, после чего мы вернемся в студию, у нас в гостях депутат соеда, депутатов городского округа Люберцы Александр Шлопак. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко, и у нас в гостях депутат соеда депутатов городского округа Люберцы Александр Шлопак. Напомню, что осенью этого года вся страна будет занята выборами. Вот, выборы продлятся у нас в течение трех дней, но основной день голосования – это 19 сентября. Совсем скоро будет стартовать предвыборная кампания, и понятно, что депутаты разных, опять же, уровней подводят итоги своей деятельности. И те депутаты, которые хотят продолжить работу в этом направлении, предлагают что-то новое в своей программе и так далее. Мы же сегодня с депутатом, с сайта депутатов городского округа Люберцы Александром Шлопаком пытаемся подвести некие итоги, что удалось сделать в этом при этом, как говорят, созыве. Давайте поговорим теперь о, может быть, бытовых, что ли, вопросах. То, что, как правило, регион прямо ложится на плечи депутатов конкретных регионов, конкретных городов. Что удалось сделать, какие программы, дворы, дома, дороги? Ну, мы начали передачу с отчета, я немножко рассказал, что сделано. Что касаемо благоустройства, потому что это важный вопрос, и мы живем во дворе, мы выходим, и благоустройство, сейчас мы тоже с жителями, с избирателями общаемся, в общем, некоторые, допустим, сразу же вопрос управляющих компаний. Сразу же, да. То есть, первый, а вот нам надо это, а вот нам есть чем сравнить, а у нас было лучше, стало хуже. Или наоборот, было хуже, благодарность, стало лучше. Здесь вот напрямую это вопрос. И депутат здесь вот непосредственно в этом плане... То есть, вы своеобразный такой посредник между жилищной компанией и самими жителями. Да, вот это вот. И были, кстати, варианты, когда приходилось, ну, чуть-чуть надавить, что ли, на жилищную компанию, которая не очень себя хорошо вела? Да, есть такое. А какие у вас есть возможности надавить? Ну, допустим, ну, в прямом смысле слова, заставить их сделать то, что требуют жители. Да, то есть надавить, и для этого депутат и имеет полномочия. Просто дело в том, что многие жители даже не знают, что вот с помощью своего депутата они могут решить конкретную задачу, и депутат действительно по-другому может повлиять. То есть сами жители могут обращаться, да, звонить там, требовать. Но жилищная компания будет красиво отбиваться, а вот депутат может как-то все-таки серьезно повлиять, да? Конечно, да. Ну, я вот сейчас проводили мы встречу с жителями, и на встречу с жителями просто много вопросов как раз к управляющей компании. Я стал приглашать руководителя управляющей компании. А какие вот вопросы, сейчас не будем называть, управляющую компанию, просто чаще всего, что жители не устраивает, и что не очень удается сделать жилищной компанией, потому что это касается не только Люберец, это касается любого, наверное, города в стране. Ну, разные, у каждого свои, но, допустим, благоустройство перед домовой территорией, раз. То есть личная компания не очень хочет этим заниматься? Покос газонов, да, два, два, ну, сразу же, прям вот, что сегодня было, допустим. Там, ну, вывоз мусора у нас, слава богу, все нормально, то есть таких жалоб сейчас не поступает, да? Подача водоснабжения, там, ржавая вода, нежавое качество воды, такого тоже имеет место быть. В зимних условиях это почистка, уборка снега. Ну, и отопление, собственно. Ну, отопление нормально, в основном, уборка снега. Уборка снега, да. Тем более, что мы видим, погода у нас, лето становится настоящим таким летом глобальным, зима, похоже, становится настоящей зимой. Поэтому мы о такой резком, о резком изменении климата, наверное, все-таки речь идет. Все-таки на сегодняшний день доверие к депутатам со стороны, вот даже те бытовые проблемы, которые, ну, человек просто вынужден, он выходит во двор, что-то увидел, видит, что компания не работает, он думает, к кому обратиться, в полицию, а потом вспоминает, что есть депутат. Чем этот вопрос? Насколько доверие сегодня от жителей городского округа Люберцы к совету депутатов? Как часто жители обращаются напрямую? Выстраиваются ли онлайн-очереди, да, с проблемами, с вопросами? Приходят ли, если разрешена, очная встреча? Депутатам доверяют сегодня? Ну, те, кто приходят и те, кто знает о приемах депутатских, вот, эти люди постоянные, и мы с ними на «Контакте», на телефонных звонках в том числе, есть, многие, к сожалению, люди не знают о том, что существуют депутаты, есть такое, потому что вот есть тот электорат, который неактивно не ходит голосовать, они не знают, что есть муниципальные депутаты, и где они принимают, и что к ним можно обращаться. Вот, мы эту информацию тоже доводим до жителей. Есть жители, где более активные, вот, допустим, маленькие микрорайоны, они там все друг друга знают, у них общие чаты, к ним приезжаешь, там, встречаешься с тремя человеком, а знают все об этом. Все уже, да. А есть жители, которые вот и не знают об этом, и вот каждый в своем доме живет, там, и все. Уехал на работу, приехал домой. Но должен ли депутат, скажем, любого вот уровня, тем более регионального депутата конкретного города, там, не знаю, поселения, знаете, как вот приходят, например, участковые полиции, по крайней мере, они довольно часто меняются, ротация идет, он приходит, дозванивается, представляется, там, дают даже какую-то визитную карточку, если что, обращайтесь и так далее. Депутаты должны так о себе напоминать тем, кто не в курсе? Ну, это каждый... Сам решает? Да, депутат сам решает. Ну, я, допустим, не смогу прийти, у меня 30 тысяч человек на округе, мне не хватит, чтобы я каждому зашел, постучал, позвонил, времени физически. Вот, для этого есть приемные дни, вот, когда есть информация, она вывешена на сайте, есть аккаунт открытый, сейчас же не надо писать письма, то есть, напишал там в директор, получил ответ, вот, если надо позвонить, там, перезвонил, вот, как бы, контакты есть, то есть, желание от жителей идет. Ну, конечно, депутаты информируют своих жителей, и висят объявления, где мы ведем приемы, вот, пожалуйста, все открыто, в открытом доступе. Помимо бытовых проблем, с какими еще больше, чаще всего, к вам, как депутату и к вашим коллегам обращаются люди? Наверное, денег просят, которых все-таки у вас нет. И такое тоже имеет место быть. Вот, потому что деньги у нас на другом уровне депутатском. Ну, у нас это, да. И как порешать этот вопрос? Пытаетесь помочь кого-то? Ну, если там финансовая нагрузка небольшая, я могу и сам там помочь человеку, если это... Сейчас опасно весь город. Да, нет, ну, если там, да, ну, если мне позволяет в это время, да, ну, горько как есть. Если мне не позволяет, ну, помогаем там, переправляем, либо помогаем как-то закрыть этот вопрос не финансово, в силу своих полномочий, вот, либо отправляем к региональным депутатам, потому что у них финансовые вопросы выделяются. А как вот у вас работа с депутатами уже других уровней, да, депутатами от области, депутатами от Государственной Думы идет, контакт существует? Ну, мы в постоянном контакте с помощниками, это работа, она совместная, хочу сказать. Причем с ними со всеми. Еще такой вопрос на сегодняшний день. Очень важно, да, поколения меняются, люди меняются. Мы знаем, что много депутатов, да, с огромным опытом, которые работают много лет на этом направлении. Но как вы считаете, необходимо появление в Совете депутатов городского округа люберца каких-то новых лиц? Тем более мы знаем, что некоторые партии проводили, скажем так, предвыборную свою собственную кампанию, да, до того, как еще, в общем-то, кампания начинается. Пытаются найти какие-то новые лица, новые имена, новых людей, которые могут, да, привнести какие-то изменения в работу Совета депутатов. Мы не можем об этом сейчас говорить. У нас избраны депутаты, выборы только в следующем году. Поэтому мы никак в этом плане повлиять не можем сейчас. Но есть же какие-то молодые ребята, которые в будущем, да, они же смотрят на вашу работу, проводятся у вас какие-то, может быть, мастер-классы. У нас есть, если что касаемо будущего поколения, у нас есть при Совете депутатов создан молодежный парламент, он ведет свою работу. В этом году у нас был новый совет создан, в этом году избран новый председатель молодежного парламента. И депутаты проводят свои созывы, они почти все являются помощниками депутатов, и они участвуют в депутатской деятельности. А там уже дальше как пойдет... Как же и сложится. Как же и сложится, это сложно сказать. Хорошо. Естественно, что одно дело, задачи выполнены. И несмотря даже на то, что пандемийный год, я знаю, что и вы, и многие другие депутаты смогли решить даже те вопросы, которые пришлось отложить в прошлом году, например. Но, тем не менее, впереди еще много работы заканчивается. Вернее, сейчас мы в середине летнего периода. Какие планы? Чего ждать нашим жителям городского круга Люберцы? Что нового может быть появиться, несмотря, опять же, на сложные ситуации в их жизни? Что планирует совет депутатов? В каком направлении работать? Совет депутатов сейчас проводит встречи с жителями, собирает наказы. Отчитывается о работе непосредственно, вот то, что я назвал цифры, о том, что было сделано за пять лет. Отчет ведет и региональный, так и муниципальный депутат эту работу ведет. И по тем наказам, которые от жителей поступают, мы сейчас будем их отрабатывать. Не будем, а уже отрабатываем эти наказы. То есть сейчас параллельно идет и сбор информации, и то, что наказы разные бывают. Разные, да. А бывает, да, когда вы выступаете в роли такого в хорошем смысле слова поводыря, человеку, в то, как говорится, окно зашли, в то окно тому человеку. И удается сделать, добиться чего-то? Удается. Я к чему этот вопрос? Одно дело, когда доверяют депутату жители, что хорошо, да, и значит депутат работает хорошо. Другое дело, когда депутата слушают другие представители, я не знаю, там, власти, бизнесы и так далее, когда вы, как депутат или люди из Совета депутатов, могут, ну, имеют весомое имя, весомое слово, и могут договориться о чем-то. Это тоже важная такая история. Потому что одно дело, когда все по закону, но бывает ситуация, когда вроде все по закону, но сложно добиться успеха. Приходится искать вот эти какие-то лазейки, чтобы решить проблему конкретного человека. Ну, если в рамках закона... В рамках закона, в рамках закона. Да, ну, конечно. Да, ищем, просим, у нас же в России как сделано. Поставлена задача, да, надо ее решить. Если это не решаемость, все равно мы ее решаем. Ну, то есть депутаты авторитетят? Да, конечно. Можно сказать авторитет. Ну, конечно, да. Конечно. Хорошо. Еще такой вопрос. На сегодняшний день, как вы считаете, количество депутатов достаточно для городского округа Люберца, чтобы решать все те проблемы? Нет, это вполне, да. И еще, Лин, такой немаловажный вопрос. Все-таки, опять же, он не совсем вас касается, но тем не менее, без депутатов этого уровня он, наверное, трудно будет решаем. Дороги и, скажем, какие-то глобальные вещи, которые связаны уже с федеральными задачами. Обращаются ли федералы, слушают ли они мнение Совета депутатов? Могут депутаты сказать, нам здесь не нужно это? И их могут услышать? Ну, конечно. У нас же есть представители депутатов в Государственной Думе Лидии Николаевны Антоновы. Мы очень плотно, я же, вы же вопрос задавали. Вот конкретно вопрос. Да. Мы плотно общаемся. Если есть какой-то вопрос, мы ей доносим, она доносит дальше, и вопрос это решается. То есть, да, это все очень быстро и просто очень быстро. Это вот сегодня получили и сегодня передали. И она отрабатывает очень быстро, четко все. И тут же ответ. Если вопрос решаемый, он решаемый. Если они решаемые, значит... Нерешаемые. Значит, не решаемые. Значит, поставим ему чуть позже этот вопрос. Может, потом решится. Ну, да. Ну, это же тоже... Ну, это жизнь, да. Жизнь человеческая. К сожалению, мы не можем там сделать какие-то вещи, такие, которые люди просят. Ну, к примеру, сделать федеральную дорогу, положить, допустим, недалеко от нашего дома, к примеру. А, ну да, да. Или метро, чтобы там... Да, или метро возле дома, да, когда нам проведут метро в деревню. Понятно. Хорошо. А что вот, ну, глобально, что ли, пока, может быть, не удалось сделать? Что пришлось отложить? Или что находится на стадии развития? Какие-то проекты, я имею в виду, может быть, ну, вообще у Совета депутата. Потому что, помните, мы тогда с вами говорили и год назад, когда пандемия начиналась, что мы планируем. Потом, чуть позже мы встретились, и было понятно, что все-таки пандемия внесла серьезное. Что не удалось сделать? И, в принципе, еще есть такой должок перед избирателями. Или так более-менее все в работе? Да более-менее все в работе. Какие-то вопросы, они, ну, узконаправленные, то есть, не глобальные. Вот. Где-то в работе, где-то что-то получилось сделать, где-то в процессе. То есть, поэтому, главный контакт с жителями. Главный контакт. Иногда, раз приходят с жителями, они вот говорят, а конкретно ничего как бы не просят. То есть, они хотят высказать свою позицию какую-то, чтобы их услышали. Чтобы эту позицию можно было куда-то донести. Это же тоже немаловажно. У них же тоже есть высказывание, свое мнение. Как раз вот на общении на этом они делят своими моментами. Вот с одним жителем сегодня тоже общался я. Вот. Мы с ним долго поговорили. Он мне рассказал, что почему в Москве срубили все тополя. Да, дал мне статистику. Он говорит, влюберцах надо высаживать. Да, от них пух. Но. Он говорит, нужно сделать какое-то с крещением. Он мне объяснил. Потому что я ему объяснил. Ну, в 60-е годы так и делали в Москве, когда засаживали тополя. Что сажали мужские, а получили, что они женские потом стали. И когда все пуху, да. Ну, вот он мне все это объяснял. Мы с ним долго беседовали. И он сказал, что они употребляют 45%. Я даже не знал. 45% угарного газа они съедают. Почему-то тополя-то и сажали. Он говорит, надо здесь посадить у нас возле дорог. Они будут съедать весь этот углекислый газ и выделять кислород. Нам будет хорошо. Да. Нам будет хорошо. Да. Оказывается. Вот. И мы с ним, вот он мне научен, точки зрения, все в цифрах, деталях, все это. Но все равно надо будет перепроверить эту информацию. Ну, это мы перепроверим. Но факт то, что эта информация принята, его посыл услышан. И когда мы будем принимать, общаться по каким-то направлениям, в том числе и по посадке деревьев, я эту информацию буду иметь в виду и озвучивать. И задавать, почему так, а почему эти деревья, а почему не эти. Ну, и финальный вопрос. Как вы считаете, на сегодняшний день депутат, Совета депутатов городского округа Люберца, какие основные черты у него должны быть характера, чтобы все было на самом высоком уровне? Уважение. Так. Отзывчивость. Так. Доброжелательность. Исполнительность. Вот, хорошие, да, такие четыре направления. Спасибо огромное. Депутация это депутатов городского округа Люберца, Александр Шлопак. Я уверен, что мы еще не раз встретимся, потому что Александр часто бывает у нас, отчитывается о той работе, которая проходит. Ну, а вы помните, что депутаты, Советы депутатов могут сделать много. Главное, чтобы они, депутаты, вас услышали. Ну, и, конечно, чтобы вы об этом им рассказали. Спасибо огромное. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин